здравствуйте дорогие друзья продолжаем цикл уроков рисуем красиво в скретч и сегодня у нас очень интересная тема посвященная изучению законов перспективы в анимации рисования для начала мы рассмотрим небольшой пример потом мы изучим понятие перспективы чтобы понимать почему все так устроено и как работают профессиональные художники а затем реализуем свой проект вот наш пример проекта ссылку на которые я оставлю под видео также под видео я добавляю ссылки на все предыдущие уроки и на сайт скрэйч и элит.нет на котором вы сможете писать свои комментарии а также вы можете писать свои комментарии под проектом на сайте скрэйч задавать вопросы делиться своими проектами и находками и так давайте посмотрим пример я разверну на весь экран и запускаю вот идет наш код и в процессе его движения у нас создается впечатление что он ушел куда-то вдаль казалось бы все очень просто и возможно те кто более опытно уже понимает как это сделано но не торопитесь делать этот проект все-таки давайте сейчас разберемся что такое перспектива потому что вы сможете делать самые разные проекты когда будете понимать как все это устроено для лучшего понимания я поискала в сети интернет схематичные такие рисунки которые сделаны по законам перспективы и вот такой очень наглядный рисунок где мы очень хорошо видим что те объекты и предметы которые ближе к нам они большего размера а те которые дальше меньшего и все очень гармонично смотрится благодаря тому что художник профессионал знает законы перспективы и их использует своей работе вот вы можете увидеть вот что здесь идут вот такие вот линии прям вот они идут но сейчас я немножко рисую не очень красиво на другом рисунке мы увидим вот эту вот разметку я взяла этот рисунок открыла в графическом редакторе и даже для себя провела вот эти вот линии вот этой схемы это называется сетка перспективы и смотрите все линии которые повторяются на рисунке они сходятся в одну точку это один из таких одна из таких сеток перспективы когда у нас все уходит в одну точку и очень хорошо и ровно расстроены все все элементы данном случае дороги зданий да и деревьев тоже можно сразу увидеть что деревья тоже постоят по этим же законам сетка перспективы не обязательно должна сходиться в одну точку например если у нас помещение или какой-то большой обзор они улица уходящая вдаль или дорога уходящая вдаль то у нас может быть в конце условно назовем этой сетки какой-то прямоугольник или квадрат вот например пример сетки перспективы которую упирается в стену я не художник но с удивили с удивлением для себя я нашла в интернете даже рекламу специальных таких прозрачных трафаретов сетками которые используют художники если внимательно рассмотреть первый рисунок который я давала я его размещу наверное тоже на сайте вы увидите там художник рисовал карандашом и вот эта сетка была тоже очерчена карандашом и карандаш потом был стерт но для удобства вот есть такие специальные лекала сетка перспективы не обязательно должна уходить куда-то в центр вот например пример когда мы смотрим в сторону и это вот больше похоже как раз на тот пример анимации скрыть который мы с вами рассматривали и такие сетки тоже есть на самом деле сеток очень много разных я сейчас покажу еще несколько примеров а те кому интересно вы можете просто набрать в поиске в интернет сетка перспективы увидите очень много самых разных примеров ну вот еще одна сетка смотрите здесь у нас зритель как бы находится вот здесь то есть вот он стоит и смотрит и он может смотреть вправо и влево и вправо и влево у нас уходят точки перспективы вот эти точки схождения вот здесь и здесь справа и слева такая тоже картина может быть и это тоже очень интересно особенно наглядно это выглядит как вы понимаете том случае если мы рисуем какие-то строения когда стоят дома стены но в природе домов и стен не так много зато есть деревья есть горы овраги и например вот я нашла тоже в сети интернет одну фотографию на которую была нанесена сетка перспективы сейчас мы на нее посмотрим вот такой вот набросок и ну конечно если внимательно посмотреть эту фотографию то здесь у нас дорога и конечно тот кто наносил эту сетку немножко ошибся обратите внимание он хотел чтобы у нас был такой горизонт но здесь у нас дорога и дорога сходится по сути вот смотрите я стараюсь немножко нарисовать практически в точку вот такую вот и здесь линии нанесены немножко неверно и вы можете посмотреть свои фотографии которые вы делали возможно в каких-то путешествиях и найти там вот эти вот сетки перспективы или просто посмотреть вдаль если вы находитесь на улице посмотреть в окно и увидеть что те объекты которые дальше они мельче и если посмотреть как они размещены друг относительно друга то можно нанести вот такую сетку давайте рассмотрим и нашу картинку из нашего мультфильма где у нас здесь как какая сетка перспективы ну я для себя увидела вот такую картину что здесь у нас вот мы уходим в горизонт ну условно говоря в какую-то стену здесь у нас вот линия кактусов немножко я не попала очень сложно вручную рисовать вот более ровная линия инструмента линейки у меня нет под рукой а кактус и вот они примерно вот так сходится да то есть ну примерно так если мы посмотрим вот из этой точки то у нас соответственно вот получаются вот такие вот лучи и наш кот начинал движение вот из этой точки примерно насколько я помню и уходил вдаль из от и становился немножечко меньше то есть сейчас нам нужно что сделать нам нужно создать алгоритм по которому наш код будет двигаться вот по такой траектории проходить такой путь из левого нижнего угла немножко в центр и вправо и по пути он будет уменьшаться в размерах те кто понял алгоритм в принципе можете попробовать его запрограммировать можете найти какие-то другие фоны посмотреть какие там у них законы перспективы но вот здесь вот я немножко неверно рисовала вот так примерно будет ли не эти я кактусы пыталась нарисовать вот для кактусов наверное будет вот примерно так ведь кактусы могут быть один больше другой меньше поэтому совсем не обязательно чтобы вот прямо вершины растений совпадали это более точные линии для строений каких-то возможны ну что я думаю все поняли алгоритм сейчас мы перейдем к проекту и быстро его сделаем те кто хочет использовать фон который здесь у меня приведен моем проекте вы можете сделать ремикс этого проекта но давайте сразу вот быть будем честными сразу удалим все скрипты ничего здесь сложного нет мы сейчас очень быстро сделаем вот эту небольшую простую анимацию и так давайте рассуждать сначала наш код начинает движение из левого нижнего угла и вначале у него размер большой и размер у него 100 допустим да действительно 100 вот отсюда он начинает движение значит когда мы щелкнем на флажок мы что делаем мы задаем переход в начальную точку и мы еще должны задать обязательно начальный размер мы сказали что размер нашего спрайта будет уменьшаться по мере его движения значит мы должны выбрать из раздела команд внешний вид команду установить размер 100 возможно кто-то захочет сделать его и больше это вы уже смотрите сами далее наш код двигается из начальной вот этой точки в конечную вот сюда это можно сделать с какой командой командой плыть но чтобы плыть нам нужно сначала перейти целевую точку вот например он должен прийти сюда и мы берем команду плыть у нас уже сразу здесь две заданные координаты но давайте так сразу и поставим меня там было два скрипта самые внимательные подсмотрели но давайте проверим вот он у нас двигается двигается слишком быстро давайте сделаем 2 секунды вот мы задали движение кота для того чтобы он теперь двигался передвигая лапами мы должны что сделать мы должны добавить еще один скрипт который будет выполняться параллельно это важно почему потому что у нас движение плыть она уже происходит и если мы поставим цикл после плыть то только после того как он как он сюда придет у нас начнется смена костюмов нас это не устраивает поэтому мы делаем еще один скрипт у каждого спрайта может быть сколько угодно скриптов и в цикле мы будем делать смену костюмов все это знают с этого начинают все начинающие программисты в scratch мы делаем следующий костюм но и многие знают что вот так вот это конечно не очень красиво но весело мы добавляем блок ждать и здесь я ставлю пока 0 одну секунду вот так вот он идет замечательно но нам нужно чтобы он еще и уменьшался в этом же цикле мы в принципе можем это сделать мы делаем что мы делаем изменить размер но какое-то значение сейчас вот это значение мы подберем только я что сделал он у нас растет надо чтобы он уменьшался поэтому вместо 10 мы поставим минус 10 будем уменьшать каждый раз вычитать 10 но давайте проверим и он у меня совсем маленьким стал до минус 10 это многовато давайте сделаем минус 3 вот теперь вполне единственное что получилось что ой 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 у нас там бесконечный цикл да и код в итоге у нас пропала из поля зрения нам нужно не повторять всегда цикл сделать а повторять какое-то количество раз ну давайте просто подберем это количество вот он немножко дальше плыл нам нужно не 10 раз и допустим 15 мы сейчас примерно наугад хотя можно эту цифру и рассчитать вот буквально лишний раз он тут двинул лапой и немножко он ну хотя в принципе наверное сойдет уходит высоко может быть надо вот так подправить я надеюсь я думаю что я подправлю сейчас я заменю блок плыть и все-таки быстро он идет я сделаю 3 секунды давайте еще раз проверим и теперь нам не хватает шагов цикла добавляем но почти мне кажется что он еще делает лишний шаг наверное нужно сделать здесь 21 то есть подплывает еще не хватает вот сейчас получилось практически точно можно конечно сесть и рассчитать сколько шагов цикла повторять сколько раз нужно но это будет достаточно непросто начинающим программистам поэтому мы этот вопрос сейчас решать не будем но метод экспериментальный когда мы подбираем значение он вполне здесь уместен вот так просто можно использовать законы перспективы в анимации и вы можете делать сейчас самые интересные проекты вы можете сделать так чтобы кот не уходил вдаль а приходил издали и не только кота кто угодно вы можете менять сцену он может там куда-то войти в какую-то пещеру и там тоже использовать законы перспективы и в заключении я должна сказать еще что на самом деле мы с вами не просто узнали о том что есть такое понятие как перспектива и что это активно используется в анимации но еще и это все используется в 3d моделях многие хотят сделать виды игру в scratch хотя тут у нас все достаточно плоское это конечно не 3d игра но уже первые шаги к 3d эффектом мы сделали и если вы внимательно смотрели на сетки то там тоже сразу создается эффект 3d ну а 3d конечно же это отдельные темы и как это делается возможно у нас на канале тоже появятся новые уроки я желаю всем успехов делайте свои красивые проекты и до встречи в следующих уроках